Вы помните предыдущую общую тему, о чём мы говорили с вами из этой истории про Нигеона? Кто что запомнил? Можно испытывать Бога? Да, это в прошлый раз мы говорили, можно испытывать Бога. Ну давайте так и говорим. Памятники с этой главы, в этой части нашей исследовании, в части этой, будет книга «Судья, седьмая глава, второй стих». «И сказал Господь Гедеону, народа с тобой слишком много, не могу я предать мне, не тяну в руки их». И в предыстории мы можем вспомнить, что на прошлой, в этой второй части исследований, мы выяснили, что доверять Господу, испытывать Его можно. Кто может испытывать Бога? Вы помните, в прошлый раз мы с нами говорили? Все люди. Именно так. Можно ли задавать вопросы Богу после того, как Он уже ответил, когда Он уже дал ответ? Вы не помните? Это прошлая суббота была, всего лишь неделя. Можно. Можно, да? А в каких случаях можно? В каких случаях нельзя? Ну, смотрите, мы с вами исследовали историю про Гедеона, когда Гедеон дважды задавал Богу вопросы, и Бог ему давал ответ утвердительный. А также мы с вами вспомнили историю про Балаам, который задал вопрос Богу, и Бог ему дал четкий ответ, но он решил идти своим путем. Помните? Задал второй раз. Вот этот второй раз задавать вопрос уже Богу не стоил. И в нашей жизни, когда Бог призывает нас к служению, когда Бог нас призывает к чему-то важному, то мы можем просить у Бога, чтобы Он подтвердил это. Мы просим просить Бога, чтобы Он дал нам какое-то обетование, может быть, напомнил что-то из текста Слова Божьего, может быть, какие-то обстоятельства сложил так, чтобы мы убедились, что есть Божий план в этом. И если говорить про историю именно Гидиона, то мы видим, что Бог благословил и не воспринял это как какую-то дерзость. Но в истории, когда мы читали про Балаама, который знал волю Божью, понимал ее, но решил идти своим путем, это было проклятием для него, и в итоге это привело к погибели. Итак, давайте мы с вами прочитаем. Сегодня мы будем с вами исследовать целых три стиха. Это очень глубокие темы, поэтому мы не можем сразу все охватить, поэтому мы постепенно исследуем вместе с вами интересную историю жизни. Помните, да, что все истории записаны нам в назидание, и с каждого текста мы можем что-то особенное подчеркнуть. Итак, глава седьмая, читаем с вами. Седьмая. Книга Судьи, седьмая глава. Две подсказки тут уже есть. Ироваал, он же Гидион, стал поводом, и весь народ, бывший с ним, и расположились там у источника Харода. Мадиамский же стал, был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гидион, народу с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною, и не сказал, моя рука спасла меня. Итак, провозгласив слух народа и скажи, кто бы ездил в робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народу двадцать две тысячи, а десять тысяч осталось. Итак, мы сегодня с вами разберем эту тему. Предыдущие главы говорят нам о том, что Гидион задавал вопросы Богу, он испытывал Бога. Итак, убедился ли теперь Гидион, что Бог даст ему победу над маниитянами и амалититянами? После как вот эти вот испытания шерстью Бога у нас? Ну, уже казалось бы, да. Уже все, что нужно было получить, он задавая вопросы Богу, Бог дал ему четкие ответы, убедив его. Ты хочешь испытания? Задай мне вопросы. Он задает вопрос, а Бог дает ему ответ. Но дальше происходит следующая история. И сказал Господь, народа с тобой слишком много, не могу я придать маниитян в руки их. Итак, вопрос. Когда уже собралось войско, почему Бог уменьшил его количество? Во-первых, еще Моисею, по-моему, было сказано, чтобы вот этот был какой-то отбор. Не всех призывали, а именно кто тоже винился всех отсеивать до излилых и все такое. Да. Давайте себе представим вообще вот эти истории в наседании за Нинам. Может ли быть подобное что-то в нашей жизни, друзья? Я хочу, чтобы мы сегодня разобрали все это по пунктам, эти моменты важные, потому что в этом может произойти и с нами. Вот представьте ситуацию. Представьте, что Гедеон, состояние Гедеонова, представьте. Семь лет народ находился в рабстве, и все у них было плохо. И наступает момент, когда люди собираются вместе под призыв Бога для того, чтобы отстоять свою землю, чтобы сражаться. И в это время Бог говорит, что распусти людей. Представляете? Состояние Гедеона. То есть получается, что в нашей жизни Бог может призвать нас к служению, и в какой-то момент Бог может сказать нам, распусти людей. Представляете? То есть вопрос ожидания. Это же все дается нам для какой-то особой цели Божьей. Может ли подобное произойти на предприятии Божьем? Может так быть, что люди соберутся большое количество, а потом выяснится, что не все готовы участвовать в деле Божьей. Как вы думаете? Знаете, я понимаю, что эта тема такая непростая, и она не может быть в чем-то отчасти, ну как скажем. Ну, я не хочу, чтобы какие-то параллели, может быть, сильно проводили в нашем предприятии. Но я думаю, что здесь мы готовим и студентов, и готовим и руководителей будущих предприятий, а может быть, помощников руководителей, а может быть, сотрудников команды. Но как бы там ни было, каждый человек может оказаться в ситуации, что людей может быть много, людей, которые могут не только благословение приносить, но могут быть определенные проблемы создаваться. Это в том числе обетование для лидеров. Бог призовет вас проститься счастью команды, чтобы ни они, ни вы не полагались на людей. Вот это, знаете, такое болезненное для любого руководителя, когда уже кажется, что вот сейчас вот собралась хорошая команда, и сейчас у нас все пойдет. В этот момент Бог может привести просеивание. И я хочу, чтобы сегодня мы могли не просто изучить эту тему, знаете, какие-то выводы простые сделать, но я бы хотел, чтобы мы поняли, пройдем ли мы вот это просеивание. И как вы думаете, хотел ли Бог, чтобы вот эта команда... Вообще, кто остался в этой команде? Как вы думаете, сильный или слабый? Слабый. Слабый, да? Слабый, да? Слабый, сильный, сильный. Слабый, сильный. Слабый, сильный. Слабый, сильный. Да, вопрос, в чем наши силы. И мы как раз сегодня тоже разберем. Хорошо. Давайте исследуем дальше. Смутилось ли сердце Гидиона после того, как ушла большая часть людей? Было собрано 30 тысяч человек, и осталось только 10 тысяч. 22 тысячи ушло. Вдохновило ли бы это вас, если бы вы были на его месте? Как вы себя чувствуете? Если бы Бог сказал, что... Он же уже сказал, он дал ответ, что победа будет, но просто, чтобы сердце ваше не возгордилось. То есть он уже дал ответ. Все так легко. Знаете, как говорил Чурилова-Дядь Юра, Бог обязательно испытает вас в этом. И главное, чтобы вы сохранили эту уверенность. Да все же нормально, все так просто. Но если бы Бог уже сказал, то почему же нам сомневаться? Мне кажется, что просто. Когда становимся на это место, уже... Друзья, я вам хочу сказать, что в нашей жизни обязательно будут подобные испытания. Бог никогда не дает нам возможности изучить какую-то тему, чтобы она просто так мимо нас прошла. Знаете, вот какая хорошая история про Гидиона. Вот надо же, повезло ему так. Но я вам хочу сказать, друзья, что вот это пройдет и в моей жизни. И вот эти примеры, они даны нам... Вы помните, вчера мы разговаривали об этом? Что даст силы людям преодолеть в бедственное время Иакова в последнее время? Годный? Это книга «Великая борьба». Написывает, что каждый человек переживет бедственное время Иакова, когда дьявол будет напоминать все наши грехи, чтобы разломить нас. Единственное, что удержит нас, ну, те, как я смело изъявляю нас, я понимаю, что многие люди не устоят. Я надеюсь, что мы устоим. И вот единственное, на чем смогут устоять люди, это на вере в обетование Божьей. Потому что так сказал Бог. Правильно ли она сказала? Ну, если Бог сказал, то почему нам сомневаться? И когда вот у Гидиона вот эта история произошла, то как вы думаете, захотел ли Иоанн уйти вместе со всеми людьми? Был ли он самым сменым человеком? Нет. Он не был сменым таким человеком, который, знаете... Ну, я как по-другому не знаю. Есть ли люди, которые чего-то не... Ну, есть ли такие люди, которые ничего не боятся? Я так слышал однажды про войну показывать, когда в Афганистане, что ли, война была. И задали вопрос какому-то офицеру. А вы вообще боитесь сражения? Он говорит, не боятся только глупые, которые не понимают, что происходит. Это был офицер российской армии, который понимал, что такое страх. И, ну, знаете, ему можно было красиво зовить какой-то депутат, который не был там на поле сражений. Он может сказать, да что нам бояться? За нами там Москва, там Сталина, за Родину. Но тот человек, который столкнулся с этой войной, он говорит, что не боятся только либо... Ну, он там объяснил, что люди, которые рассудок потеряли, либо там окриненные, либо еще что-то. Или вы просто не понимаете, что в какой они ситуации. Я вам скажу, что страх... Это не от Бога, с одной стороны. Но в то же время Господь, Он учит нас преодолевать всякий страх. И последний вопрос. Захотели бы уйти вы? Захотел бы уйти я? Я думаю, что каждый из нас знает правильный ответ. И дай Бог, чтобы мы его в жизни правильно исполнили. Итак. Легко ли расставаться было Гигиона? Легко ли расставаться с членами команды? Как вы думаете? Не нужно. Одним из них нет. И чему это учит меня? Чему это учит каждого из нас? Первый вывод, который мы можем сделать на основании вот этой вот краткой истории, это то, что мы должны всегда уповать не на людей, а только на Бога. Иногда так складывается, что мы строим наши какие-то представления о том или ином служении, оглядываясь на тех людей, которые рядом с нами, кто поддерживает нас или кто нас не поддерживает. И я вам хочу сказать, что в большинстве своем, если исследовать историю Библии, мы найдем, что большая часть людей, чаще всего, они избирали путь не Божий. Мы не должны ориентироваться на людей. Вот это очень важно понимать. Что мы должны уповать на Бога. И что говорит в этом случае мы люди, а что говорит в этом случае Господь. Поэтому, когда в вашей жизни будут какие-то испытания, будет вопрос стоять, что как вам поступить в той или иной ситуации, задавайте вопрос Богу, как мне нужно поступить. Исследуйте труды Духопророчества, потому что Бог не оставляет рабов своих без информации. Он дает всегда ответ. Как вы себя будете чувствовать, если вам придется идти днем по центру города, где много людей и сотрудники милиции стоят на каждом повороте? Будете ли вы о чем-то переживать? Или вы будете спокойно идти прогуливаться на какой-то праздничный день? Представляете, все так хорошо и все так прекрасно. Надо волноваться мало кто-то. А представьте другую иллюстрацию. А как вы себя будете чувствовать, если вам придется идти ночью по окраине города, через неосвещенный участок, где есть пьяные люди? В каком состоянии вам будет спокойнее пройти? Где бы вы хотели оказаться? Ну, если два варианта вам предлагают. Я расскажу, конечно, да. Знаете, я расскажу историю небольшую. Однажды на Новый год нас пригласила семья наших друзей. Друзья семьи пригласили родителей моих и заодно я тоже с ними поехал. И вот мы на Новый год с ними там празднули, сидели до 13. А потом меня подвезли где-то около часа до поворота, и родители еще остались там, а я шел домой через квартал. Несколько кварталов у меня надо было проехать. А Калуга – это криминальный город. И в Калуге есть группировки между районами берутся. И я даже сам как-то по глупости, по молодости участвовал. И вот представьте, я иду, и я понимаю, что здесь очень неспокойный район. Но, знаете, такой свет на нескольких столбах вообще на всем районе. Я так иду, и внутренне готовлюсь, что все хорошо будет. Люди уже, наверное, спят, уже час ночи, кто что-то будет ходить. И тут я слышу пьяные там песни, пьяные гулянки, кто-то там поет. И как вы думаете, что я первое сделал? Помолился? Да. Первое, конечно, можно было бежать. Но первое, что я сделал, я помолился. Я помню, я проходил, и думаю, боже, хоть бы сейчас ничего не произошло. Потому что я понимаю, что произойти может что угодно. И сейчас то состояние, когда люди вообще невменяемые, агрессивные и так далее. Я помню, я прохожу, прохожу, и навстречу выходит здесь такой тенний парень, такой крупненький. Я там в темноте не пойму, что у него одежды много, тоже он сам попросил такой. И что у него за мысли такие. Я иду внутренне настраиваюсь, готовлюсь к самому худшему. Но молюсь такой же. И вот мы с ним поравнялись, он ко мне поворачивается такой. С Новым Годом тебя! Не деля! С Новым Годом! Но в этот момент я не ожидал ничего доброго. Знаете, вот эти вот истории. В каком случае вы будете больше уповать на Бога? В первой истории или во второй? И уже Анжела сказала, что во второй ситуации получается, что в принципе... В первой бы мы хотели все оказаться. Не всегда. Не всегда? Вы хотите всегда скандалы и проблемы? Нет, ну, кстати, зная Борю, я не занимаюсь. Дело в том, что милиция не всегда бывает благословно. Нет, ну, если бы, честно говоря, законно... Если бы так пойдешь, то, наверное, да. Нет, дело в том, что в дальнейшем, как бы, граждан будет, знаете, на каждом углу будет не советы. Да, если здесь не подозрительно выглядишь, то... Нет, это не будет, а вы все не пойдете. Мне кажется, что это хорошо. Затем другой вопрос, Борь. А вот это... к этой теме, продолжение размышления. Нужны ли темные участки в моей жизни? Нет. А? Нет. Нет? Нужно. Мы же только что разбирали, что когда мы оказываемся в сложной ситуации, на кого мы больше уповаем? На себя или на Бога? И когда вот эти темные участки в моей жизни, случайно ли они происходят или Бог допускает? Бывает ли так, что я о чем-то переживаю, видя, что все выходит из-под моего контроля? У вас двух таких, да? Постойно. О, постоянно не должно быть, конечно. Вот я хочу овитование для вас прочитать, друзья. Это книга Патриархии, пророкии Цари, 578 глава. Посылая испытания своим детям, Бог преследует определенную цель. Вы видите, друзья, что это не случайно. Не просто так это происходит, когда испытания появляются в нашей жизни. Бог преследует определенную цель. Он ведет их таким путем, какой бы они избрали сами, если бы могли с самого начала видеть, куда этот путь ведет. И тут величественный замысел, который они призваны исполнить. Все испытания и трудности Господь посылает, чтобы сделать их сильным для служения Ему и готовыми страдать за Него. Ну, конечно, в этой цитате очень глубоко раскрывается замысел Божий. Я хочу, друзья, чтобы вы более внимательно посмотрели на него. А может быть, сами еще перечитали по-другому. Во-первых, мы должны помнить, что испытания Бог сам посылает. Во-вторых, мы должны помнить, что это Он делает для определенной цели. И вот в конце мы можем увидеть, какая это цель. Все испытания и трудности Господь посылает, чтобы сделать людей сильными для чего? Для служения Ему. Для служения Ему. Может ли человек работать в команде, когда друг друга не понимает? Когда нет вот доверия в отношениях. Чаще всего нет. Но когда есть доверие, а доверие формируется из трудностей. Знаете, говорят, что ни один путь соли нужно съесть, чтобы проверить человека. Или с таким человеком можно идти даже в горы, который тебя не подведет. И вот в нашей жизни мы должны научиться доверять Богу. Что бы ни произошло, Он все контролирует. И в испытании, когда одно испытание за другим, то настанет момент, когда какое-то будет испытание. Вы знаете, вот эта цитата, мне очень нравится, что люди, которые не доверяют Богу, даже мелочи могут казаться им штормом непреодолимым. И внешне будет все казаться гладко, но внутри у них будет бушевать шторм. И наоборот, те люди, которые полностью доверяются Богу, внешне будут бушевать шторм, но у них в сердце будет мирный покой. Потому что они полностью доверяют Богу. И вы знаете, Бог ведет нас таким путем, чтобы сформировать, когда уже вот этот шторм. Знаете, будет небольшое испытание. Где-то молния там сверкнет. И раньше мы пугаемся молнией. Но потом проходит время, молния сверкает, и мы же не боимся этого, потому что мы знаем рядом Господь. Но где-то потом какая-то гроза или какой-то ураган начинается, мы боимся. Но придет время, когда мы уже ничего не будем бояться. Потому что мы твердо будем осознавать, что мы находимся в руках Христа. И Христос проводит нас специально этим испытанием. И самое важное, на чем я хочу тоже акцент сделать, что ради чего это все делает Христос? Сделать людей сильными для служения Ему и готовыми страдать за Него. Когда мы читаем вот такое обетование, то хочу задать вам вопрос. Ожидают ли страдания меня? В будущем. Как вы думаете? Конечно. Тут и дают, и дают. Да, и второй вопрос. Ожидают ли страдания вас в будущем? Вот вы понимаете, как происходит? Однажды я слушал одну проповедь. Вообще книга Откровения вам нравится? Кому нравится книга Откровения, поднимите? Ага, три руки, четыре. А кто-то, когда ее читает, оно у него радости особо не вызывает. Даже те же руки есть. Хоть она и нравится, но с ужасом читаем. И однажды я слышал проповедь, это есть такой наш брат. Его зовут Стив Грабинер. Это, я не знаю, сейчас он вице-президент ООСЕАННОЕ ДВИЖЕНИЕ, или президент, или вице-президент ООСЕАННОЕ ДВИЖЕНИЕ, предприятия на самобеспечении. И он говорит, книга Откровения, это книга надежды, это любимая моя книга. Это, конечно, надежда, кровь, там, мучая не течет, такие ужасы, язвы. Для меня это такая книга страха казалось. А он говорит, в этой книге предсказывается, что будут проблемы. Но в этой же книге говорится о том, что победа уже одержана. Христос уже все победил. И он сказал, что Святой Доволь Божий, он будет в Царстве Божьем. Вдохновляет это. Когда мы сегодня, знаете, это как вот, ну, такую иллюстрацию, что вам говорят, надо зуб вырвать. Представляете, у вас боль, болит зуб, вы не можете ничего делать. И вам стоматолог говорит, мы сделаем все, что можем, но так боли останется на всю жизнь. Вдохновительно ли вас это? Захотите ли вы к каким-то такому стоматологу? Или же, наоборот, он говорит, без проблем, приходите, мы поможем вам решить проблему. А будет больно? Да, немножко будет больно, но потом вы будете лучше сечивать. Потом уже боли и больше не будет. И каждый из нас, может быть, сталкиваемся с тем, что впереди испытания будут, друзья. Так сказал Бог, испытания будут. И Христос сказал, что гнали меня и будут вас гнать. Но в то же время, очень интересно, он ведет их таким путем, какой бы они избрались сами, если бы могли с самого начала видеть, куда этот путь ведет. И тот величественный замысел, который они признанно исполнили. Господь никогда нас не оставит. Вот это самая большая надежда. Мы не должны переживать, что какие-то испытания, они нас... Ну, вообще, посылает ли Бог испытания сверх наших сил? Мы должны это помнить. Бог никогда не посылает испытания сверх наших сил. И любое испытание, которое будет в нашей жизни допущено, Бог даст нам и силы преодолеть с Его помощью. Итак, пойдем дальше. Второй вывод. Кому должна была быть слава? Господь. Только Господь. Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваух. Это заходят 4 глава, 6 стих знаменитых этот текст. Что в этой истории Господь хотел, во-первых, чтобы на кого уповал больше всего Гидеон? Только на Бог. А второе. Кому должна достаться слава за то, что будет одержана эта победа? Только Бог. Есть ли моя заслуга в том, что я родился? То, что вы родились. Есть ли в этом ваша заслуга? А есть ли моя заслуга в том, что я изменяюсь в характер Христа? Можно сказать, ну я отрудился, маленький, но хочется верить, что все-таки наша заслуга есть. Потому что мы же делаем шаг. О, отлично. Вот этот маленький шаг. Знаете, здесь очень такая тема, что я могу сделать для своего спасения? Принять его. Только принять. Только принять. Больше ничего я не смогу сделать для своего спасения. И вы знаете, что некоторые люди даже вкладывают в то, что принять спасение, это значит заслужить его. Мы не можем со своей стороны сделать ничего. Я вот эту иллюстрацию хочу из жизни рассказать. Что когда, я недавно рассказывал отдыхающим, не знаю, может вы слышали это, нет. У меня были такие этапы в жизни, когда утром или вечером я молился и просил Бога за то, чтобы Он простил мне какой-то грех. У вас бывали такие ситуации? Ну, хоть раз в жизни. Знаете, у меня часто такое было. Аня и Ио. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Ага. Не внимательно слушаю. Еще раз напомню. Это просто важный момент. Я очень хочу, чтобы девочки вы не отвлекались. Что в нашей жизни бывают ситуации, когда мы обличаем Духом Святым за тот или иной поступок. У вас в жизни так бывало? Когда Бог обличает вас в каком-то грехе. Аминь. Выводы. Писок. Я думаю, что это опыт многих людей, если не всем. А бывает ли такое, что вы становитесь на колени, просите у Бога, Боже, прости мне, начинаете анализировать, а в течение дня вы делаете все, что говорил вам Господь. И вы покаяли Симой. И вы не видите какой-то проблемы, какого-то греха. У вас был такой какой-то разрушитель. И вы думаете, что у Бога. Так, я вижу две руки. Три руки. Четыре. Как вы думаете, это нормальное состояние или ненормальное? Хочет ли Бог, чтобы мы жили так, чтобы у нас не было проблем в характере? Или это что-то такое непреодолимое, знаете? И вот однажды я так молюсь, говорю, Господи, прости мне мои грехи. Может быть, я что-то сделал. Я анализирую, а Дух Святой не напоминает нам ничего. Я смотрю, что действительно я сегодня покорился Ему в этом и в этом и с людьми общался, не было проблем. Проходит несколько дней, и я снова молюсь, и опять та же самая ситуация. Третий, четвертый. И потом мне вкладывается такая мысль. Ты смотри, ты уже живешь, по сути, без грехов. Вот десять заповедей, а ты их не нарушаешь. И вроде бы такая ситуация оказывается, что возможно ли такое состояние христианина? Или это может быть какое-то заблуждение или самоуверенность какая-то? И вы представляете, у меня даже такой страх какой-то напал. Я думаю, то получается что? Что я то ли я не вижу уже, то ли я уже не слышу голос Духа Святого. Почему? Я же читаю их пророчества, говорится, что чем ближе мы к Богу, тем больше мы будем иметь проблем в характере. Вы такое находили, да? Да. Да, и получается, что если вдруг вы не видите чего-то, то значит после что? Вы далеко от Бога уже ушли. Настолько далеко, что вы уже видите, что вы стали слепыми, и в чем проблема? И вот представляете, буквально через пару месяцев после этого, я просто не знал, я ответ на себя не мог найти. Потому что я искренне хочу быть похожим на Христа, и в то же время меня пугает состояние, что у меня нет каких-то проблем вот этих грехов. Я просто думаю, ну я же грешный человек, как я могу стать вот без греха или что-то может быть. Что за ситуация происходит? И вот приезжает Фрэнк Франье, и он говорит, семинар, я не понял, как он назывался. И он в нем говорит, что может ли человек жить на земле, не согрешая. Является ли это планом Божьим? А вот тебе тогда встает вопрос. А чья это за слуха, что человек живет без греха? Представляете, то есть получается, если мы прокрутим все назад, был ли я грешным человеком раньше? Я жил так, как моя плоть мне подсказала, как мне хотела я жить. Прошло время, я познакомился со Христом как личностью, и Он меня покорил своим характером. И я захотел стать похожим на Него. И за дня в день я стремился быть похожим на Него. Я тренировался, я готовился, я понимаю, что Христос меня готовил. Я вам скажу, что подготавливает Он будет нас всю вечность, даже для того, чтобы Он определил этот полный характер Христа. Но в то же время, уже живя на этой земле, Бог ожидает, чтобы Его народ был совершенным. Вы понимаете? И какой силой? Своей ли силой? Ну, созерцанием Христа. И вот я хочу, чтобы вот это, знаете, та загадка, которая была для меня, которая мне так раскрылась очень четко. Что сколько нужно грехов, чтобы лишиться Царства и Бога? Один. Всего лишь один. А если вот сегодня, предположим, представьте ситуацию, да, что вы или я там, да, оглядываясь на проживый день и не вижу ни одного греха в моей жизни, то создается у меня впечатление, что вот теперь я достоин Царства и Бога. Оно, конечно, может создаваться такое впечатление, но я вам хочу сказать, что в Царствие Божие никто не мог бы войти, если бы не было искупительной жертвы Христа. И вот теперь, если оглядываться назад, я хочу, чтобы вы эту разницу увидели, что сегодня мой характер должен быть таким, каким Христос формирует его. И мне не нужно бояться того, что в моей жизни, как скажем, если не будет каких-то грехов, то я теперь не нуждаюсь в Иисусе. Я буду нуждаться в Нем всегда, потому что Он мой ходатый и мой адвокат. И Его искупительная жертва, она стала искупительной жертвой не на какой-то отрезок в моей жизни, а на всю мою жизнь. Вы понимаете эту разницу? Или может сложно объяснить? Мы понимаем, что мы должны держаться в Боге, иначе кто сидит в такой же демене. Да, это падение в жизни. Но я немножко даже другое имею в виду. Я имею в виду, что вот этой искупительной жертвы Христа, такого нету, знаете, спасён, однажды спасён навсегда. Вот этого нету также. Знаете, если я один раз там принял Христа как своего спасителя, то теперь я что хочу, могу делать, и уже мне всё будет вменяться в праведность Христа и так далее. Нет, речь не об этом идет. Речь идет о том, что, когда я взираю на Христа, я буду формироваться изо дня в день, и уже не будет тех проблем, которые были у меня в прошлом. Господь будет постепенно готовить что-то новое и новое, может открывать в моей жизни. Но я буду оказываться в той ситуации, когда, оглядываясь на прожитый день, я буду видеть, что Бог мне ведёт своей рукой, и у меня нету таких грехов, которые были у меня в прошлом. И чтобы мне не смущаться, что знаете, что это за состояние. Когда я скажу, что это состояние отношений со Христом, Бог рождает этого от нас. И в этом заслуга только лишь Христа, а никак не моя. Я хочу, чтобы вот это вот. Итак, если Бог призывает вас на служение, ну, анализируя вот эти выводы вот по этой истории, когда Бог сказал, что отсеять народ нужно, когда Бог призывает вас на служение, не смотрите на людей, не ждите, когда соберется команда, делайте шаги веры, и Бог пошлёт вам команду. Когда Он призвал Гидеона на служение, когда Он призвал его на то, чтобы освободить народ израильский и от гнёта этого малегитяны, то в это время Гидеон был один, и потом, когда на него снизошёл Дух Божий, Он созвал людей, и собралась армия, и потом Бог сказал просеять эту армию. И если бы Гидеон чётко держался только за людей, то он дальше бы не пошёл с Богом. Я хочу, чтобы вы научились настолько доверять Богу, чтобы вы не смотрели на людей. Вот это то, что ожидает от нас Господь. Вот для нас, понимаете, это обетование. С одной стороны, может казаться, что мы не должны вообще на людей смотреть, а с другой стороны, мы смотрим на жизнь Гидеона, что в итоге остался ли Гидеон один. Он доверился Богу, и с ним осталась именно та команда, с которой он смог одержать победу. Понимаете? Это очень глубокая мысль, которая, я думаю, что вдохновляет нас, потому что мы видим уже результаты, люди ожидают от нас. Каким образом Бог отсеял ненужных людей? Вы помните? Первое. С помощью Бога? Первое. Книга Судей, 3 стих, 7 глава. Итак, провозгласив слух народа, и скажи, кто бы из ливы робок, тот пусть возвратится и пойдёт назад с горы Галаад. И возвратилось народу 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Слышали ли вы такие слова? Я пошёл бы на служение, если бы. И вот здесь начинаются перечисления. Если бы не семья, малые дети, если бы не родители, нуждающиеся в уходе, если бы была достойная зарплата, если бы у меня был или была спутник, или спутница жизни, которая вела бы меня по жизни, или вёл бы меня по жизни, если бы я знать мог, где я буду жить, и будут ли у меня хорошие условия, то я бы пошёл на служение. Вы слышали такие отговорки? Сами говорили. Вот, некоторые даже вы сами говорили. И можно ли отнести таких людей к боязливым урокам? И очень интересно, смотрите, что Песница Божия говорит. «Тот, кто страшился опасностей и лишений, кого земные заботы отвлекали от работы во имя Бога, не прибавил бы силы израильской армии, их присутствие только послужило бы причиной слабости». Представляете, как интересно? Формируя команду, мы должны брать в команду тех людей, которые не боятся довериться Богу. Но те люди, которые будут всего бояться, и будут бояться, что у нас будет, а какие то, а какое всё, а что произойдёт, эти люди начнут сеять семена недоверия, и недоверия, в первую очередь, Богу. Понимаете, если Бог призывает, мы до этого читаем всё, будут ли испытания? Бог говорит, что они будут. Но как мы должны пройти эти испытания? Как мы должны пройти эти испытания? Смело, с верой. Понимаете? Смело и в то, что... Причем, с верой в то, что Бог, если Он обещал, что Он будет с нами, а у нас не оставит. Но в то же время определенные обстоятельства Бог складывает для того, чтобы проселить. И в частности, какая-то история, она больше, знаете, как бы такая, я бы сказал, для руководителей, для лидеров, или, может быть, вообще для формирования команды, для укреплений. И вот, что написано во Второзаконии, то, что Серёжа напомнил в самом начале. В Ветхом Завете, да, Моисей, книги Второзакония написал, «Кто бы излив и малодушен, тот пусть идёт и возвратится в дом свой, дабы он не сделал урожен и сердца братьев его, как и его сердце». А нет ли в нашей жизни боязни и робости, препятствия, что сдерживает нас в служении? Могли ли бы мы больше делать, если бы чего-то не боялись? А может быть, есть и люди, которые сегодня чего-то боятся, то должны ли мы по ним поставить на них крест? Ну, если человек чего-то боится. Бог указал Гидеону, что такие люди недостойны участвовать в деле Божьем, пока они не доверятся всецело Богу. И есть ли надежда для боящихся и робких? Кого вы знаете робкого и боящегося, кроме... Себя. Себя вы знаете. Ладно. Я не имею в виду библейских героев таких, что они были боязливыми и робкими. Тут же сам Найсей, да. Найсей? Ну, он был трачайшим, он был боязливыми и робкими. Что-то слова из-за эдиптянина убивал. Нет, но когда Бог его вызывал, он говорит, нет, я уже... Не, он? Сам Гидеон. Сам Гидеон, да. Во-первых, Гидеон, да? Понятно, мы сейчас разбираем тему Гидеона. А вы помните, сколько раз было обетование Иисусу Навину? Только быть твердой и очень мужественной. Только быть твердой и очень мужественной. Только быть твердой и очень мужественной. Я пересчитывал там 6 или 8 раз. Я точно не помню сейчас. Но вы можете проследить ради интереса. И я говорил на эту тему проповедь. Я говорил, что нужно ли смелому человеку говорить, будь твердой и мужественной. Да, наверное, нет. Он и так твердой и мужественной. Но тот, который боится чего-то. Как и другие. Нужно ли ему об этом говорить? Да. И Бог это делает. Друзья, Он говорит нам. Будь твердой и мужественной. Только будь твердой и мужественной. Тщательно хранить исполнив весь закон. И сея с тобой во все дни до скончания века. Да, как Христос Абернов в Новом Завете мы читаем. Он говорит, идите научитесь на воду Исея с вами во все дни до скончания века. А в Ветхом Завете он говорит, я пойду с тобой куда ты не пойдешь. Везде буду с тобой. История. Александр Македонский его воин, который испытывался атаку. Вы знаете эту историю? Александр Македонский был великий военачальник. И он был очень смелый и отважный. Будучи там молодым еще совсем там около 30 лет. Он был, когда он покорил большую часть Месопотамии. И там и Африку они захватили, Индию. И покорили не Вавилон, а Медоперсию. Ну, в общем, греческая армия была такая очень воинствующая. И Александр Македонский вдохновлял своим примером. И вот во время одного из сражений один солдат испугался и начал убегать. И когда его поймали, выяснилось, что знаете, как его зовут? Александр. Его зовут Александр. И донесли об этом Александру Македонскому, что с ним делать. Его зовут, как и тебя. Он убегал с поля боя. И знаете, что сказал ему Александр Македонский? Он ему сказал, либо извини имя, либо изменись сам, будь смелый и будь впереди. Знаете, в нашей жизни так часто бывает, что мы иногда, называя себя христианами, боимся что-то сделать, как призывает нас сделать Христос. И каждому из нас вот это обращение, что либо измени имя, либо изменись сам, научись не дарить Христу. Не бойся тех испытаний, которые будут ожидать ее пути. И вот, смотрите, еще один человек, который был очень пугливый. Как его звали? Посмотрите на подсказку. Псалом 41. Давид. Давид. Можно ли сказать, что Давид был трусливым? Но оказалось, с другим там сражался. На льва шел, на медведя шел руками, только с прощой. И вот он что пишет. Что унываешь, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. И когда мы с вами читаем про Давида, то он говорит, Господи, защити меня, Господи, сохрани меня. Был ли он пугливым человеком? Он был живым человеком, который переживал теряные испытания. А на какой был выход в его жизни? Он всегда уповал на Бога. И является ли это для вас обетованием в том, что даже если вы робки и чего-то боитесь, и, возможно, вы не прошли вот это просеивание, если бы захотели остаться такими же робкими и пугливыми. Но Бог говорит вам, не бойся, не страшись, ибо я остановлюсь. Итак, наша тема третьей части заканчивается. И да и вот давайте подведем итоги с вами. Упование только на Бога, а не на людей. Это первое, что Бог открыл Гидеону, когда уже собрались эти люди. Бог не дал им победу. Почему? Вы помните? Потому что слава бы тогда досталась вот этим количеством людей, они бы посчитали, что они свои силы, а славы достоин только Бог. В команде не должны быть люди боязливые и робкие. Это понятно, да? Но в то же время Господь для боязливых и робких говорит, соответствую имену христианину. Бог ожидает от нас не просто, что мы... Молитва, знаете, есть молитва Явиса, такая известная, а есть молитва дяди Васи. Когда он говорил, что, Боже, пошли команду, хорошую такую, сплоченную команду, то Бог работает по-другому. Бог говорит, что из вас я сделаю хорошую команду, если вы захотите. И, друзья мои, я призываю вас к тому, чтобы вы были готовы соответствовать той лучшей команде, которую Бог хочет в нас видеть. И каждый из нас, он должен быть верным Христу, невзирая на обстоятельства, которые будут окружать нас. Соответствую ли я имену христианину? И когда Бог будет испытывать нас, то мы должны помнить с вами, что вот эти все испытания, они звучат одним вопросом. Доверяешь ли ты мне? Доверяешь ли ты Богу? Давайте будем доверять Христу во всем. Даже в сложных ситуациях, даже тогда, когда нам будет казаться, что это не даст нам победу, это ограничит наши возможности. Вот в этот момент больше всего и прославится Бога с тем, и доверяю себя. Аминь. Давайте помадимся. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok